всем привет дорогие друзья мы с шахмера находимся в центре Алании сегодня 17 мая и норвежцы празднуют день конституции друзья вы помните был было видео про 9 мая как русские празднуют русскоязычный день победы также норвежцы празднуют в турции вообще во всем мире где бы они ни жили празднуют день конституции сначала собираются в центре потом торжественный парад и потом все разбредаются по кафе и ресторанам и продолжают празднуют вы знаете что я жила в норвегии поэтому для меня этот день тоже очень важен вот так вот выглядит традиционный норвежский костюм который надевают на различные празднования на дни рождения на свадьбы и конечно же институции норвежцы норвежцы 204-й он курумоша оллал ана сасы а врупадах халихазыра вар олала ана сасы дэр бюн орудах у миллиги мне кутатла мак позыри В Алании проживает также очень много норвежцев и много скандинавов, но самая большая комьюнити это конечно же норвежцы, потом идут датчане, а потом идут шведы. В Алании много финнов, но больше всего в Алании конечно же проживает норвежцев и вот они все пришли праздновать День Конституции, многие живущие здесь, ну и конечно же те кто приехал в отпуск. Как сказал посол Норвегии в Анкаре, что 17 мая это прежде всего детский праздник и в этот день большое внимание уделяется детям, им дают различные сладости. Сосиски, в общем кушают они всякие разные традиционные блюда и конечно же получают много подарков. Друзья, пока произносят торжественные речи, я покажу вам небольшой парк, который здесь есть, несмотря на то, что все тюльпаны отцвели, посадили новые цветы и здесь так же красиво как и весной, когда здесь полностью все усыпано тюльпанами. Вот так вот выглядит парк около мэрии Алании сейчас. Конечно же здесь днем очень жарко и я стою там на самом солнце и очень-очень-очень жарко. Здесь еще также будет проходить праздничный концерт, я не знаю успеем мы на него или не успеем, но как вы видите норвежцы также активно отмечают День Конституции. И свои национальные праздники в Алании, потому что Алания интернациональный город и всем здесь живется хорошо. Как вот здесь написано, Бир Алания Музварь, что значит есть только одна Алания, другой такой, другого такого города в мире больше нет. Вот такое вот еще интересное творчество расположено в центре Алании. Две целующиеся, я не знаю что, друзья, напишите в комментариях, как вы думаете, кто это или что это. Ну, очень интересная идея, непонятная. Мне показалось, что это утки, но я думаю, что это все-таки люди. Также в центре Алании очень часто вы можете видеть вот такие вот автобусы, которые стоят на центральной площади. Это автобусы, это донорские автобусы и все желающие могут сдать донорскую кровь. И далее уже, конечно же, кровь идет в больницы и так далее. Но я не знаю, насколько иностранцы могут дать, я думаю, что только турецкие граждане и выполнить определенные условия. Какой вы можете представить вас вперед? Меня зовут Вегар Ильфсен, я в Норкес область в Туркии. Как долго вы были область в Туркии? Я был в Туркии с 1. september 2016. Почему Туркии? Почему Туркии? Это было моим мнением, что я хотел бы путешествовать. Вы были в Туркии раньше? Да, на короткий посет. Вы знаете, что вы туркский? Нет. Вы знаете, что вы делаете Туркии? Нет, я не думаю, что вы делаете Туркии. Это было в том, что вы делаете Туркии для меня. Я имею в виду полный респект для тех, кто научил Туркии. И это очень важно, чтобы многие норкесы научил Туркии. Потому что мы должны быть сильнее между Туркии. Но я должен быть преимуществом. У меня есть хорошие коллеги. Один из них был здесь. И они помогли мне с областью. Когда я был в Туркии в Туркии. У меня есть 8 лет. И мы планируем для МАРДИН в этом году. Как вы делаете это? Очень красиво. Это очень специальный город. Очень красиво. Спасибо. 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 Как вы называете? Меня зовут Мария Лиза Хансен, из Норья. Меня зовут Лизбет Реге Солheim, тоже из Норья. Как вы пришли в Норье? Я пришли в Туркии от Туркии. И я пришли в Туркии. Я пришли в Туркии. В Туркии. В Туркии. В Туркии в Туркии сейчас? В Туркии в Туркии сейчас очень хорошо. В Туркии сейчас. Это 6-7 градусов. Но это будет плохо в последние дни. Так что вы используете солнечные? Да. Да. И это солнечные люди и мясо. Вы бедете сейчас? Да. Мы бедем, солим и комфортим. А это не слишком холодно? Нет. Да. 4-5 градусов, я думаю. Вы любите Туркии? Да. Да. Это очень хорошо. Да. Это хорошо. Что это лучше? Да. Корфа, соли, туркский, пеппербив. Различные. Да. Вы можете поговорить немного Туркии? Бирас. 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 Спасибо вам. Спасибо вам. Да. Это важно, спасибо вам. Да. Вы можете сказать, что вы любите лучше с Туркии? А почему вы здесь есть? Да, это удобно жить здесь. Это удобно жить здесь. Это удобно с солнцем и с близкими людьми. Я с ней у меня много здоровья, поэтому мне больше, когда я ехал в теплоке, а с солнцем и солнцем. и очень красивый город, очень красивый город, очень красивый город, очень красивый город. Спасибо. Меня зовут Сисель Lamundsen, и я приехал в 2003 году, и я уже не приехал домой. Когда я приехал, я был очень плохим. И я увидел, что Турка был очень прекрасный, когда ревматические болезни. Климат и так далее. И не только это, но и гостисти, и мясо. И очень много, что держал меня в Турке. И это очень весело, чтобы быть и информировал к норганам о том, о том, что все хорошие болезни, о том, что происходит в Турке. Новости и хорошие вещи вокруг, и так далее. Я занимаюсь больше, что я занимаюсь с моим сердцем, который называется Барнас Блод-Быггер. Мы пытаемся помогать детей в Тургии, которые приходят от плохих пор. Мы построили большую спидер-органсию. И сегодня, на Норке национальный день, мы привезли Луна-парк, который находится в Аланьян. Мы построили нашу 17 мая с детей. Туркские детей. И это мы построили на Facebook. Мы построили национальный день и национальный день. Мы построили национальный день, которые мы делали сегодня и в целом году. Мы построили общение между туркингами и нордами. И это единственное здесь. Это не то, что можно сказать. Это не то, что люди должны приходить сюда и попробовать. Мы построили национальный день. Мы построили национальный день. Мы построили 13-14 лет здесь в Тургии. И я надеюсь продолжать много, много лет назад. И я просто хочу сказать, что туркингами, мне squats color-потребления, и поскольку они привезли под фрагменты, которое сделали очень много нордам, и многие другие, которые делали национальный день, и они проехали, или были везде на время. Да. Так что я! Дорогие друзья, вот такое небольшое и неопланированное видео у нас получилось. Почему не запланированная? Потому что я планировала идти на рынок, показать вам, как сегодня четверг, как обустраивают рынок. И завтра уже для рынка сходить на рынок и снять цены на фрукты, овощи, в общем, все, что там есть. Но позвонила Ихон и сказал, что норвежцы празднуют 17 мая в центре Алани. К сожалению, парада не было и концерта тоже не будет. Только была вот эта вот торжественная встреча. Я надеюсь, что вам понравилось. Почему я так вздыхаю? Потому что очень жарко. Я стояла на солнце в черных джинсах. Друзья, жарит градусов 35, если не больше. Это было ужасно. Но я очень редко выхожу на улицу днем, поэтому для меня это было очень жарко. В общем, я надеюсь, вам понравилось. И, как я уже говорила, с Норвегией меня связывают очень много лет жизни. И самые приятные воспоминания, самые классные воспоминания. Потому что это были мои студенческие годы. Я там училась, я там жила. И я очень благодарна Норвегии за все. И особенно за то, каким человеком я стала. Потому что моя личность сформировалась именно в Норвегии. Ну, каким она образом сформировалась, судить вам. Но я очень довольна и очень-очень благодарна этой стране за все, что было. За все, что она мне дала. Как и всем другим странам, в которых я жила. Потому что из всех стран я переняла только самое лучшее. Ну, я бегу обратно в офис. На сегодня я с вами прощаюсь. Ставьте пальчики вверх. Ждите новых видео. Конечно же, комментируйте. Всем всего хорошего. Пока-пока.